Европейское небо до сих пор закрыто для Кыргызстана. Уже 10 лет местная гражданская авиация в так называемом черном списке Евросоюза. Причем отсутствие современных самолетов далеко не главная причина, по которой кыргызским авиакомпаниям запрещено летать в европейские страны. Международная организация гражданской авиации ИКАО внесла Кыргызстан в черный список еще в 2006 году. Устаревший авиапарк, отсутствие современной обслуживающей инфраструктуры, низкая безопасность полетов. Тогда это были главные причины, по которым европейское небо стало недоступным для местных авиакомпаний. Периодически авиационные чиновники Евросоюза инспектировали Кыргызстан на предмет исправления недочетов. Но год от года проблем становилось только больше. Если в 2006 году ИКАО порекомендовал устранить 67 вопросов по гражданской авиации нашей республики, то в этом году список претензий расширился до 128 пунктов. Нужно усиленно работать над устранением замечаний ИКАО, половина из которых касается финансовых моментов. За последние 6 лет наша страна не вносила обязательные взносы в международную гражданскую авиацию. И сейчас долг составляет более 680 тысяч долларов. Как заявили в правительстве, из бюджета выделяется 200 тысяч долларов для погашения долга перед ИКАО. Но это не значит, что уже завтра Кыргызстан выйдет из черного списка, поскольку страна не решает структурные вопросы. Так не разработана программа по безопасным полетам, что также является обязательным условием международной авиации. Премьер-министр поставил перед Минтрансом задачу в месячный срок разработать вышеуказанный документ. Но подготовить профильных специалистов за это время вряд ли удастся. Но самая большая проблема – это кадровый дефицит. В стране нет образовательных учреждений, которые бы занялись переквалификацией кыргызских летчиков и технического персонала. Чтобы повысить квалификацию или получить профильное образование, нужно ехать за границу. Но из-за дороговизны позволить это себе могут не все авиакомпании. Возможно, дела на взлет у кыргызской гражданской авиации пойдут после того, как сюда придет иностранный инвестор. Сейчас интерес к единственному государственному авиаперевозчику проявляют китайские бизнесмены. Они готовы купить 49% акций предприятия. И тем не менее, эксперты уверены в том, что без комплексного решения всех проблем выйти из черного списка Евросоюза кыргызским авиаторам вряд ли удастся. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.